В областном центре по факту гибели рабочего от электротравмы возбуждено уголовное дело. Напомним, в середине июня 24-летний представитель МУП электросервиса для проведения аварийных работ, связанных с повреждением кабельной линии, направился к трансформаторной подстанции, расположенной по улице Сахалинской. Где получил термический ожог второй-третьей степени, от которого впоследствии скончался. Делом занимается следком. Назначен ряд судебных экспертиз. В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, допустившим нарушение нормы охраны труда, а также принято процессуальное решение. Автомобиль вспыхнул в селе Подгорном Тымовского района. Сообщение, горевшее на марке, поступило с улицы Центральной. Огнеборцы добрались до места происшествия за 10 минут. К этому моменту открытым пламенем горел остов машины на площади в 3 квадратных метра. В тушении были задействованы 5 человек личного состава при помощи одной единицы техники. Они ликвидировали пожар за 8 минут. Пострадавших нет, о причинах возгорания пока не сообщается. Ревнивый сахалинец разбил стекла автомобиля своей спутнице жизни. Эта история произошла в Долинском районе. 35-летний мужчина, не дождавшись сожительницы дома, отправился ее искать. В селе Покровка он заметил машину женщины, а вот местонахождение дамы определить не удалось. И под горячую руку попал автомобиль. Повреждения нанесены при помощи палки. В итоге ущерб превысил 40 тысяч рублей. По этому факту подано заявление в полицию, и эмоциональный гражданин стал фигурантом уголовного дела. В Южно-Сахалинске две полосы проспекта Мира на время оказались перегорожены из-за ДТП. Речь идет о перекрестке с улицей Буиклы. Водитель иномарки, двигавшийся по проспекту, выехал на него на красный. В итоге произошло столкновение с машиной, ехавшей по другой дороге. Из-за этой ситуации движение по Мира с севера на юг было затруднено. В областном центре в текущем году каждый пятый водитель покинул место ДТП. Всего так поступили 258 человек. Об этом сообщили в госавтоинспекции Южно-Сахалинска. В ГАИ при этом подчеркнули, что раскрываемость в подобных случаях высока. Напомню, что в таких ситуациях предусмотрена административная ответственность, наказание, лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на 15 суток. Отягчающим обстоятельством является гибель людей в ДТП, а также наличие пострадавших. Субтитры создавал DimaTorzok Из квартиры жителя Александровско-Сахалинского пропало золотое кольцо стоимостью 26 тысяч рублей. В полиции считают, что к этому исчезновению причастен его родственник. Он зашел в гости к потерпевшему и его сожительнице. Участники встречи выпивали. А на следующий день владелец ювелирного изделия не смог его найти. По версии следствия, 35-летний родственник оперативно избавился от кольца. Тем не менее, сотрудники полиции смогли изобличить его в содеянном. С фигуранта взята подписка о невыезде. Лже-брокеры предлагают выгодно вложить деньги или купить акции крупной компании. Жертва вносит депозит на счет злоумышленников или устанавливает вирусное приложение. Мошенники говорят, что доходы человека растут, предоставляют фиктивную отчетность. Но вывести и вернуть свои деньги граждане не могут. Если вы не разбираетесь в торговле акциями, то не рискуйте и не участвуйте в биржевых и инвестиционных проектах. Игнорируйте любые подозрительные предложения. Сначала изучите информацию об инвестиционной площадке. Проверить ее можно на сайте Центробанка Российской Федерации. На Сахалине 20-летняя девушка пойдет под суд за кражу с чужого счета. Обвиняемая проживала с потерпевшим длительное время в областном центре. Между ними сложились доверительные отношения. В частности, фигурантка знала пароль от банковского приложения своего друга. Однажды, когда к мужчине пришли товарищи, девушка попросила у него телефон, чтобы поиграть. Позднее выяснится, что в это время она оформила несколько кредитов на владельца гаджета. Общая сумма займов составила 93 тысячи рублей. Эти финансы перекочевали на счет молодой жительницы области. На следующий день деньги были обналичены в банкомате и потрачены. Расследование этого дела завершено. Редактор субтитров А.Семкин